Фестиваль усопших, ежегодный ивент, приуроченный к Хэллоуину, стартовал в Destiny 2. Мероприятие пройдет с 12 октября до 2 ноября, и оно доступно абсолютно для всех игроков. Чтобы участвовать, возьмите вступительный квест у Эвы в городе и завершите его, тем самым открыв доступ к зачарованным секторам. Там, кстати, на первом этапе у многих путаница возникла неясно якобы что делать. Пройдите любой налет, например, или другую активность плейлистов, и вам все засчитается. После этого в зачарованных секторах вы и будете выполнять основные задания этого ивента. Да, зачарованные секторы это такая замена удаленному из игры бесконечному лесу. Запустить их можно с карты города или через специальный предмет справа от Эвы. Там же, рядом с ней, вы найдете книгу забытых. Это такая книга с историями, страницы из которой вы будете собирать во время ивента. Своего рода страшилки вперемешку с лором. Проявленные страницы создаются из спектральных страниц, которые зарабатываются за победы над безголовыми в зачарованных секторах. Также проявленные страницы можно получить за завершение зачарованных секторов. Механика самого мероприятия довольно проста. Есть ивентовая валюта, конфеты. Они будут падать вам за активности из убитых врагов всякий раз, когда на вас надета маска. Кстати, неподобранные конфеты улетают на почту, так что собирать все не обязательно. Первую маску вам выдаст Эва, а далее новые можно разблокировать за конфеты. Некоторые награды, вроде Спэрроу или Эмблемы, выдаются за триумфы. Новое оружие падает за завершение зачарованных секторов. Точнее, в этом году только одно новое оружие, импульсная винтовка, зелень юрского периода, но есть еще два старых автомата. Не забываем, конечно, и про Эверверс с ее наградами. В лавке можно купить орнаменты, стилизованные под динозавров. И это выбор сообщества в ходе голосования, которое проводили разработчики год назад. Получить их можно как за серебро, так и за пыль. Мне же лично очень понравился вот этот Спэрроу-паук. Кстати, еще один любопытный факт. Если у вас с прошлого ивента хранится в инвентаре высшая линза, то ей, наконец, нашлось применение. По сезонному квесту этой недели в шлеме вы можете отдать ее Маре и получить в награду три легендарки. Разом. Что ж, на первый взгляд замена Бесконечному лесу удалась. Осталось только сфармить хорошие перки на оружие, чего я вам и желаю. Спасибо за просмотр и до связи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok